примете эти скрип механик и мы врываемся в эту игрульку спустя длительное время отсутствия к сожалению по голосу еще все слышно что я болею но ничего страшного скоро буду в оптимальном состоянии и буду снимать как и раньше но сейчас у меня для тебя есть шикарнейшая новость ух ты смотри кто пробежал да теперь нас двое два механика девчулю зовут beatrix и поскольку мы теперь играем вдвоем я тебе покажу наше новенькое убежище вообще пока я болел тут кардинально все изменилось картошечки отведай так ну все ну все хорош вот те бургер примирения давай сидим его вместе и не будем больше с тобой сраться что у тебя есть покруче ох нифига си это чё за базовка это же нифига не бутерброд где ты его отрыла да я со своим бургером просто где-то в стороночке стою в уголке я даже сказал ладненько все беатрикс пойдем показывать нашу фазенду сразу хочу сказать что она очень крутая настолько крутая что коровы пытаются вломиться в наш дом кстати почему у нас двери открыть надо закрыть видал да у нас теперь автоматически двери шикарные окна надпись fresh да и вообще у нас появился дом со стенами которого ранее у меня не был рядышком с прекрасным домом менее прекрасная ферма я бы даже назвал это огромной грядкой грядище и она защищена несколькими слоями всякого мусора который сносится слегка из одного удара робота также у меня появилась тачка с катапультой это очень удобная вещь когда нужно выскочить из тачки вот таким вот образом а здесь у нас магазинчик тут земля и рассада в основном магазином пользуемся исключительно только мы ну и коровы иногда заглядывают что уж пришло время войти в наш уютный милый дом с автоматическими дверьми и инновационным глазком широким первая комната который нас встречает это наша комната отдыха а вернее спальне здесь две кровати для меня и для моей beatrix импровизированный телевизор который ни шиша не показывает потому что на планете всего нас двое некому снимать телевизионную программу конечно в потолке у нас дырка потому что дом еще не достроен так beatrix хватит валяться пошли работать выходим аккуратненько в гостевую зону и рабочую одновременно огромное окно в спальню чтобы подглядывать растение холодильник без которого не прожить тут у нас продукты для того чтобы готовить шикарную еду шивия и шкаф в котором хранится хлопок ну конечно же коровы которые пытаются влезть в наш дом а с этой стороны тоже коровы которые демонстрируют в окно нам свою пятую точку а я говорил что наш дом уникален и инновационен он как смарт-дом у нас есть радио и есть унитаз точнее ванная комната не блин короче тут есть раковина где можно подмыть подмышки ну исправить нужду ну еще помыться с ведра и конечно же тут предусмотрен смотри давай выбирайся туда тут предусмотрена естественная вентиляция то есть воняет здесь никогда не будет просто сиди и запердывай это помещение и все будет пахнуть лавандой кстати именно поэтому в туалет у нас нет двери выходим на чердак вот таким вот образом самое главное поберечь голову чтобы не пришибло шифером в обраточку в общем для чего нам нужен второй этаж точнее крыша а для того чтобы защищать нашу ферму есть очень выгодная позиция а еще нам не хватило буквально одного шифера чтобы заделать эту дырку все закрываем крышу все конечно при помощи грубой силы но что поделать инновационный смарт-дом надо счет начинать правильно также у нас есть свой бассейн мини бассейн он тут уже был моего не выкапывали это очень удобно и для фермы и естественно чтобы помыться ну что двигаемся дальше пойдем вокруг дома что у нас здесь есть ну тут перерабатывальщик стоит конечно же цистерна с молоком чтоб поддаивать коровок и пить молоко ну и готовить еду также загон для коров вот здесь тут две коровки всего две больше нам не нужно по паре на пару как говорится ну и в принципе вроде бы все шоу-рум подошел концу но это не означает что строительство закончено тут еще много чего достраивать и доделать вот смотри например окно торчит нужно его поставить нормально кстати насчет обновления которое было две недели назад появилась интересная штука под названием бекон это новый предмет чуть позже я расскажу что это такое но сперва расскажу тебе о борт-журнале в котором я веду свои заметки о том что мы потерпели кораблекрушение вместе с beatrix и о том что мы нашли с т.о. где производят роботов вот такая вот штука в будущем этот борт-журнал будет пополняться а сейчас пойдем покажу что такое бекон эта штука довольно громоздкая и я ее вожу всегда с собой я думаю что большинство из вас уже догадалась или знает что это такое дело в том что бекон это по-другому маяк вот как он выглядит я могу здесь выбрать символ который будет отображаться у меня где бы я не был в данном случае мы предположим что я нашел дедушку и чтобы не потерять его из виду я оставлю маяк на его месте и этот маяк будет отображаться у меня в поле зрения постоянно на какое бы далекое расстояние я бы не уехал поэтому это очень полезная штука в путешествиях кстати эти показал модную стенку из сот пчелиные счеты интересный интерьер просто некуда было их девать поэтому решили налепить их на стену дизайнерский подход к грится короче смотри чуть дел трубы для воды будет у нас водопровод ты подумал а нет не будет я делаю это все для того чтобы удобно было поливать нашу ферму в общем не зря у нас вот тут рядышком есть бассейн из которого мы будем выкачивать в воду для наших растений надо подумать как ты все здесь построить соорудил вот такую финтифлюку в надежде на то что насос будет выкачивать воду прямиком из бассейна но так это не работает нужен контейнер с водой во притрабанил контейнер с водой снял его с тачки фишка в чем у него есть два отверстия типа на вход и на выход вот они один мы сейчас тобой утопим и поставим на него вакуум то есть вот этот контейнер будет автоматически наполняться водой и автоматически выкачивать ее в насос вот таким вот образом все утопили есть нам нужно убрать решетку и поставить сюда вакуум ну вот конструкция готова вакуум подключен осталось только поставить сюда водяную пушку construction готова это тестовый образец так сказать стендовый нам сейчас просто нужно это все дело запустить и посмотреть как это будет работать подключаем сюда и и нифига не работает они работают почему потому что насос не подключен к контейнеру вот так вот все водяная пушка подключена тестируем отлично то есть одним нажатием кнопки вакуум закачивает в контейнер воду а из контейнера вода поступает водяную пушку и выплевывает эту соответственно работает это таким образом что вода в контейнере у нас никогда не кончится но для того чтобы все это работало в полной мере нам нужно сделать еще труп и поставить насос чуть выше кстати с обновлением убрали часы в игре и это очень плохо дело в том что сейчас на нас должны напасть а вот собственно и нападение и мы будем отстреливать блин с бульбострелом просто так кайфово отстреливать ботов именно поэтому мы не стали строиться на горе как я сделал это в прошлый раз ах вы еще и тут есть засранцы жестяные немножечко наш ферму подломали но не страшно подлатаем короче когда играешь с кем-то то это так кайфово отстреливать этих ботов это как зомби апокалипсис только из жестяных банок наступило утро а соответственно и настало время доделать нашу поливную машину все готово отлично ферма поливается и это шикарно если нужно понять как хорошо это пушка поливает у нас здесь беды пришел домой смотрю а у нас в тени дырище огроменное дырище походу роботы тут постарались на славу вот черт придется заделывать ты не представляешь как я золото просто катастрофа чего здесь не хватает самые внимательные знают и напишут сейчас это в комментариях а я тебе скажу чуть позже короче придется сейчас брать ингредиенты и ехать в сервис дело в том что сломали нашего разборщика прикинь либо его свистнули либо пришли роботы сломали его но короче у меня его больше нет поэтому едем сервис и делаем нового разборщика так разборщик точнее очиститель у меня на него такие грандиозные планы ты даже не представляешь иди ко мне на ручки я тебя сейчас схвачу и утащу ну давай вот ауч а чё так больно то да на ручке я больше ловить не буду такие штуки полный вперед приехали кое-как тяжелый засранец тачку перевешивает в общем втыкаем его где-то здесь бежим теперь домой и надо вот эту стеночку немножко подразобрать не видно короче что должно быть входное отверстие в нашего очистителя но что-то я не вижу это отверстие наверное чуть проведем здесь а вот она все нашлось шикарно короче чё и собственно делаю здесь внутри дома я поставлю рядышком а вот такой вот сундучок и в этот сундучок будет поступать весь материал который очиститель будет обрабатывать час пик наступает выбираемся на крышу пришло время размотать всех ботов блин на крышу не могу залезть за что ж такое то катастрофа какая-то ну где эти засранцы ржавые о побежали смотри счастье покажу преимущество крыши кстати еще одно преимущество крыши в том что меня здесь никто не размотает в отличие от три я там немножечко поджимают пойду на выручку о не фига себе крупненький все волна закончилась пришло время собирать металлолом поехали глянем что у нас там за домом не разломали ли нам там стеночки ах вы нигоди ты блин катапульта меня подвела беатрикс я в аутите помогай нам тут дом рушит слава богу слава богу я успел фух сборщик на месте ничего не вытащили ничего не сломали только стенку короче нам эту стенку беатрикс нужно срочно укреплять тут частенько нам ее ломает ну что ж на сегодня это все да не так много как обычно но я еще болею поэтому у меня уважительная причина а ты не забудь поставить лайк и подписаться на канал если тебе нравится эта игра и вообще мой канал так что давай не жалей лайки не жалей подписки и увидимся в следующем видео пока